ДИСНА ТВ Жилищно-коммунальный ликбез Встреча поколений правопорядок в городе Час веселья с Эдуардом Успенским От бюджета зависит то, как будет жить наш город. Проект бюджета – предмет обсуждения с десногорцами. На таком собрании побывала наша съемочная группа. 7 декабря в администрации прошли публичные слушания по вопросу обсуждения предлагаемого проекта бюджета муниципального образования город Десногорск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Предложения от граждан принимались с 30 ноября по 6 декабря в будние дни в городском совете или через интернет-приемную. Сам проект бюджета был в общем доступе, так как опубликован в газете Десна и размещен на официальном сайте администрации города. На публичных слушаниях присутствовали глава города Андрей Шубин, представители администрации, общественных организаций, депутаты городского совета, жители Десногорска. Начальник финансового отдела Светлана Потупаева подробно ознакомила присутствующих со статьями проекта бюджета. Своё экспертное заключение дала контрольно-ревизионная комиссия. Предложения, поступившие от жителей города, обсуждались персонально с каждым. После обсуждения поступило предложение проголосовать. За отдали свои голоса 43 человека, против было четверо и воздержались 8 человек. В результате было рекомендовано городскому совету принять проект бюджета на 2018 год к рассмотрению. В Смоленске чествовали победителей и призёров регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Губернатор Алексей Островский вручил предприятиям благодарственные письма и кубки. Этот конкурс даёт возможность организациям продемонстрировать внутрикорпоративную политику, достижения в области работы с персоналом, развитие социального партнёрства, улучшение условий и охраны труда. Первые места в различных номинациях заняли и предприятия из Десногорска – Смоленская атомная станция, служба благоустройства и САЭС-сервис. Они представят область на всероссийском этапе конкурса. Получая квитанцию на оплату коммунальных услуг, едва ли не каждый задаётся вопросом, за что мы платим управляющей компании. Вопросы возникают зачастую просто от незнания жилищных законов. А незнание закона не освобождает от ответственности. Партия «Единая Россия» проводит семинары для потребителей коммунальных услуг. Проект партии «Единая Россия. Школа грамотного потребителя» запущен и работает с 2014 года. Цель проекта – повышение грамотности граждан в жилищно-коммунальной сфере и их информированности об основных направлениях государственной жилищной политики. Жилищное законодательство несёт изменения. Частному потребителю сложно уследить все постановления правительства в этой области. Поэтому региональные кураторы проекта проводят семинары и читают лекции для граждан и общественных активистов. Так, 7 декабря в администрации города прошёл семинар «Школа грамотного потребителя», который проводил для десногорцев куратор партийного проекта по Смоленской области. Партия в данном случае обозначила проблему, что люди, к сожалению, очень часто питаются мифами. Я даже вот успел перемолваться, что называется, в кулуарах с некоторыми слушателями, уже понял о том, что и у вас в Десногорске есть вот эти представления ошибочные, которые, конечно, надо развеивать и разубеждать людей. Для того, чтобы правильно эти отношения регулировать, необходимо знать, как это регулировано с точки зрения законодательства. Любые дополнительные информационные мероприятия, подобные тому, которые сегодня проходят, оно, конечно же, на пользу пойдёт нашим горожанам. Возможно, у кого-то не очень высокий уровень доверия к непосредственным исполнителям услуг в коммунальной сфере, и тогда люди со стороны больше вызывают у них доверие, поэтому, может быть, больше сегодня информации будет воспринято. Поэтому любое повышение грамотности населения, в том числе в сфере ЖКХ, я считаю, будет на пользу. Практика показывает, что получение объективной информации о состоянии отрасли ЖКХ в целом, правах и обязанностях потребителей услуг, знание современного законодательства значительно уменьшает социальную напряжённость в обществе. Смоленские следователи возбудили уголовное дело против двоих подростков. Они подозреваются в убийстве Смолянина. Тело избитого до неузнаваемости мужчины нашли около дома на улице Шевченко, где тот проживал. По предварительным данным, о причастности подростков стало известно из их переписки в соцсетях. Их подруга сообщила, что в ту ночь она гуляла с ними, а те жестоко избили и ограбили мужчину. По данному факту, следственными органами возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего и разбой». Страшный пожар произошёл в частном доме в Бязьме. Он унёс жизнь матери четырёх детей. Одноэтажное деревянное строение загорелось 7 декабря около 10 часов утра. По предварительным данным, в тот момент в доме находилась 30-летняя женщина и её четверо малолетних детей. Старший 9-летний мальчик проявил настоящий героизм. Он вынес и спас из горящего дома своих двоих братьев и сестру. Сейчас дети находятся в больнице. Их жизни ничего не угрожает. По факту пожара следователи проводят проверку. 7 декабря на автодороге Десногорск-Якимовичи водитель Volkswagen Jetta попала в серьёзное ДТП. Она не справилась с управлением. Сначала авто улетела в кювет, а затем врезалась в придорожное дерево. Водитель получила травмы и была госпитализирована в больницу города Десногорск. Правопорядок в городе под таким названием прошло мероприятие в Центральной библиотеке в рамках проекта «Слава Созидателям». Подробнее мы расскажем далее. 7 декабря ученики школ встретились с ветеранами сил правопорядка и начальником полиции Юрием Гришиным. Юрий Алексеевич пришёл в полицию Десногорска в 1991 году и начинал работу младшим инспектором уголовного розыска. Он также дал несколько советов ребятам на будущее. Пользуясь случаем, хочу обратиться к учащимся. Вы уважаете своих старших. Прежде всего, как вы ведёте себя в быту, как вы ведёте себя на улице. На встрече школьники узнали историю создания Десногорской полиции. Бывшие сотрудники правоохранительных органов рассказали ребятам о непростых трудовых буднях в своё время и призвали ребят быть ответственными за свои поступки. Думать о том, какие шаги вы в своей жизни совершаете и пять раз проверить, а не будет ли каких-то негативных последствий. Поэтому будьте добры, будьте внимательны, будьте вежливы, не забывайте, что закон для всех един. Серьёзные разговоры были разбавлены музыкальными подарками, которые подготовили участники коллектива «Ренессанс». Такой формат общения представителей разных поколений всем очень понравился. Мероприятие мне как бы понравилось, ну побольше бы таких мероприятий на самом деле, потому что мы очень мало знаем о, ну на самом деле, о полиции там, о своей, ну вообще мы толком ничего не знаем. Мне больше всего понравилась жизнь вообще полицейских, то есть, ну, больше всего, ну как бы, не то что история, а именно вот как они защищали, то есть именно вот их подвиги. Педагоги и полицейские готовы в будущем использовать такой формат общения для воспитания патриотизма у подрастающего поколения десногорцев. В этом году замечательный детский писатель Эдуард Успенский отмечает свой 80-летний юбилей. Каждый человек в нашей стране знает имена придуманных им сказочных героев. Крокодил Гена, Чебурашка, Кот Матроскин и многие другие. Сотрудники детской библиотеки провели для воспитанников Центра «Солнышко» час веселья с Эдуардом Успенским. 7 декабря в детской библиотеке для воспитанников Центра «Солнышко» прошёл литературный час. Дети познакомились с биографией автора, с его книгами, которые открывают удивительный мир добра и любви. Ребята с азартом участвовали в викторине, а затем посмотрели мультфильм «Зима в Простоквашино». Ребята показали хорошие знания произведений автора и пообещали прийти к нам в детскую библиотеку за книгами доброго писателя. Мне всё понравилось. Особенно понравилось, как удивился дядя Печкин, что там и там показывают. В завершении встречи ребятам подарили раскраски с героями сказок Эдуарда Успенского. Это все новости на сегодня. С этими другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disneyadefistv.ru. Спасибо за внимание. Хороших вам выходных. Субтитры подогнал «Симон»!